Спасибо вам большое, что вы с терпением и скромностью относитесь к немощам других людей. Это на самом деле один из важных залогов в человеческом обществе. Я бы сказал, все частично инвалиды. Я не видел ни одного коллектива, построенного, включая кафедру информатики, ни одну компанию какую-то, в которой все было бы построено на идеально здоровых, физически, психически, морально идеальных людях. Господь устраивает из того, что один компенсирует как-то немощь другого, какие-то ошибки. Надо уметь работать с живыми людьми, а не с моделями какими-то идеальными. Поэтому очень важно, мне очень важно, что, во-первых, вы приходите на лекции. Спасибо вам большое. Для меня это очень важный показатель моей работы, то, что лекция, лекционная аудитория не пустая, тут с парочкой ботонов, да, то, что вы, лично вы, каждый из вас приходит. Вот, и в 9 утра, в понедельник, я понимаю, что в середине семестра, а уже ближе к середине, шестая неделя, вот, и это определенный подвиг. Ни много ни мало, и маленький ежедневный, еженедельный, скажем так, подвиг. Вот, я очень вам всем рад, вот, и постараюсь как-то оправдывать. Значит, мы похоже напарываемся с вами на праздник. Праздник на физтехе, это не всегда праздник, но уж если он совсем обязательный, и не попадает на выходные, то его приходится праздновать. Ну, вы это отпразднуете торжественным ботом в общежитии, а здесь мы провести занятия не сможем. Поэтому мне приходится из моих планов, о, скольки там у меня планова, 15 лекциях, да, мне приходится одно мысленно сократить. Но, к счастью, я вроде бы иду как-то более-менее на даже чуть-чуть опережение, то есть я пока что иду ровно, да, и я даже думал, что, может быть, на этой неделе я буду вам рассказывать про структурное программирование, но уже на прошлой неделе оно отзвучало, на прошлой неделе, нет, на позапрошлой, на прошлой неделе мы уже с вами пробежались по графической библиотеке, вот, так что мы немножко даже опережаем, это очень хорошо. Значит, второй момент, который важен, значит, первое, то, что у нас выпадает праздник, да, и 4 ноября, это через 2 недели, да, или 3, ну, короче, уже относительно скорой, мне нужно это учитывать, в моем плане рассказа, она выпадает. С другой стороны, чем дальше, тем больше сейчас лекции должны, по идее, напоминать мастер-классы, то есть я скорее при вас программирую, чем я вам рассказываю что-то, немножко еще порассказываю. Вот, что хотелось бы мне до вас донести? Дело в том, что одна из важных вещей, с которыми мы работаем, это как пишется программный код. Не столько синтекси с языка, хотя я продолжу рассказывать вам какие-то синтаксические фишки, да, и фишечки, сколько, как, собственно, это создается, как мыслит индивид, создавая программный продукт, да, и как идет процесс, ну, и в то же время, как работает группа разработки, да, то есть когда несколько человек объединяется над одним проектом. В этом курсе важная составляющая, то, что вы в конце концов пишете семестровый проект, пишите его не в одиночку, а очень важно, чтобы вы сумели распределить свои обязанности по группе разработки, то есть один программист пишет одну часть, второй пишет другую часть, и у них это дело стыкуется, работает совместно. Не так, что один берет и все исправляет, то есть один что-то навалял, там, да, другой за него исправляет и переделывает все один в одиночку. Так не получается. Просто на самом деле в нормальных проектах этого ненужного человека выгоняют, но его место берут кого-то нужного, кто реально пишет таки свой программный код, поэтому на самом деле одна из ключевых вещей это декомпозиция всего проекта. То есть вся большая задача, она делится на мелкие подзадачки, осуществляется декомпозиция, а затем осуществляется что? Ну сборка. Причем сборка происходит автоматически, автоматизированным образом, то есть программа просто, ну в ситуации с питоном этого процесса как бы нету. То есть вся эта сборка, она происходит прямо в момент выполнения. Ну раз подключилась, два подключилась. В компилируемых языках, таких как CC++, например, происходит, собственно, компиляция, да, compilation, да. Ну и еще там есть этап, который называется связывание, да, линковка. Ну вот это вот момент, когда мы раз нажимаем волшебную кнопочку, проект собрался. На самом деле волшебная кнопочка не такая волшебная, там приходится повозиться, чтобы эта кнопочка работала. Тем не менее, еще раз, идея в том, что мы делаем декомпозицию проекта, чтобы оно потом все автоматически собиралось, стыковалось и работало. Что для этого нужно? Нужно проработать интерфейсы, то есть взаимодействие частей проекта самого с собой, да, взаимодействие частей этого проекта. А для того, чтобы это сделать эффективно, нужно иметь структурные единицы, на которые пишет один программист, пишет другой программист. И вот такими структурными единицами являются не только функции. Функции – это очень удобный механизм, базовый, я бы сказал. Базовый механизм, в который создает некие границы, как бы, да, вот что вот есть кусочек кода, который занимается конкретной вещью. Вот его ответственность, его зона, он никуда больше не лезет, он не трогает ничего. Да, это одна из важных вещей. Вот этот принцип, как бы, локальное, глобальное, давайте мы его с вами сегодня обсудим. Значит, уровни вот этого структурного разделения декомпозиции проекта, давайте вот я запишу именно так, да, декомпозиция проекта на составляющей части. Если не сделать эту декомпозицию, никакой командной работы в принципе получиться не может. Так вот, в каком-то смысле шагами, а в то же время средствами декомпозиции проекта являются, да, ну или лучше давайте средства именно напишу, да, средства этой декомпозиции. Очень широкая доска, если честно, мне даже неудобно с ней работать, с такой широкой. Я поуже буду, если надо, я уж куда-то уйду. Короче, первое, да, это, собственно, функции, функции. Второе средство декомпозиции проекта, это модули. Сейчас я поясню, что это такое. Модули. В принципе, можно сюда добавить еще и такую вещь, как пакеты модулей, да. Ну, я лучше не буду их выделять в отдельный пункт, а напишу вот так, вот модули пакеты. То есть идея в том, что оказывается, что модули, они бывают, ну, как-то слишком неудобно. И надо еще как-то сами модули структурировать, поэтому существует отдельное еще понятие пакета, пэккеджа. Вот, но я, тем не менее, их вот как логически отправлю в одну, в один пункт, да. И еще один есть, соответственно, одно средство этой декомпозиции, это объекты. Это объекты. Я бы не хотел сильно бежать вперед паровоза. Объектно-ориентированное программирование, оно у меня находится вообще-то впереди. Вот, по порядку, да. Мне нужно будет, обязательно я вам расскажу про классы, объекты и объектно-ориентированное программирование, как оно устроено в питоне. Вот, но дело в том, что на этом пути нельзя пренебрегать первым и вторым шагом. Некоторые люди такие, о, я ООП, ООП. Прекрасно, да, объектно-ориентированная парадигма, она концентрируется на том, чтобы сделать качественную декомпозицию проекта, разбиение задачи на подзадачи, так, чтобы они были, как слона порезать на бифштексы, удобоваримыми. Их можно было вместить в мозг, решая каждую отдельную подзадачу. Вот. Но хорошее использование ООП подразумевает использование модульной парадигмы, ну и, соответственно, модульных возможностей языка программирования, создания модулей. Сейчас поясню еще раз, что такое. Но и функции тоже. И никуда не девает соответственность функций. Поэтому очень важно уметь и это, и это, и это. И мы попытаемся пройтись по вот этой вот лесенке. В принципе, можно, что называется, проходить 1, 3, 2, только потом все равно потом к 3 возвращаться надо. Но, короче, надо уметь и это, и это. Вот. Значит, что такое, по сути, идея модулей? То есть, если функция — это программный код, который мы оформляем в отдельный просто кусочек текста, сдвигая его, да, def.foo, там условная некая, у нее есть некий там параметр, да, у нее есть некоторое возвращаемое в значение. Return, не знаю, x умноженное на... Я условно пишу, не надо писать за мной сейчас. Головой думайте и все, да. Но смысл еще раз в том, что у нее есть некий интерфейс взаимодействия, да. И этот кусочек кода мы сможем повторно вызывать с теми или иными значениями параметров. Прекрасно, да. Но дело в том, что самих функций в файле становится очень много. И сам файл по своей длине становится не очень-то удобо читаемым. То есть, в нем есть одна функция, в нем есть другая функция, да, которая тоже что-то там потребляет, тоже что-то там возвращает. В кубе там условно. Да, еще какая-нибудь функция. Еще какая-нибудь там, да, и тра-та-та-та-та-та-та-та. Короче, файл вырастает. Это можно почувствовать эту проблему только на практике. Пока я махаю тут на доске, вы до конца можете не понимать, в чем, собственно, проблема. Ну и что, что много функций. А представьте себе такую ситуацию, что у вас много файлов. Ну, вы с файлами работаете, да. У вас наверняка уже есть какое-то количество файлов за душой. И вот все эти файлы лежат в одном каталоге, в одной директории. Вот все просто. Вот так вот. Как оно будет с ними работать? Вот они все находятся в пространстве имен. И, допустим, даже ваша интегрированная среда разработки, ваша IDE, она будет вам подсказывать. Вот вы хотите в какой-то функции воспользоваться чем-то там. И вы набираете буковку F. И вам выпадает такая подсказка, такая простыня имен. Фу, фа, фи, фу, фи, там так далее. Это разная куча всего на F. И у вас глаза разбегаются. А это, еще раз говорю, одна из худших вещей для программиста. Такая деконцентрация, когда он не понимает вообще, какие переменные, какие функции. У него все начинает путаться. Вот это вот путаница, когда слишком много всего в пространстве имен, так что даже интегрированная система разработки не может понять и подсказать вам. Так вот, идея в том, чтобы имена, по которым мы будем обращаться к функциям, разложить по стопочкам и отдельным полочкам. То есть такие функции, они у меня тут. Я их как бы, я сейчас функции как бы в множестве диаграмме или равенном множество нарисую. Вот у меня есть модуль А, вот есть модуль Б. И вот есть функции, которые условно отвечают за работу с графикой. А вот функции, которые отвечают за физическую модель происходящего. Например. Ну вот мы будем очень скоро с вами, вы будете, очень скоро писать маленькие простенькие игрушки. При помощи ткентера. В которых что-то будет двигаться, куда-то ездить нужно. Будет очки начислять. Это не настоящий геймдев. Никто не собирается из вас сделать разработчиков игр. Ну, это один из простых таких вещей, на которых можно почувствовать, заодно с некоторым интересом, почувствовать проблемы большой разработки. Хоть сколько-то большой разработки. И увидеть, что, собственно, глаза начинают разбегаться от всего, что нужно делать. И надо как-то это структурировать. Так вот, идея модульного подхода в том, чтобы создавать отдельные файлы, которые будут заниматься отдельными вещами. Среди этих модулей, и в них функции соответствующие, да, среди этих модулей, конечно, должен быть некий главный модуль. Совершенно не обязательно он должен называться main.py. Я его называл main.py только для того, чтобы, ну, вам это было видно прямо сейчас на доске. А так-то он может называться как угодно. Некий главный модуль. А рядышком, в самом простом варианте, пока еще до пакетов не дошли, чисто модули, мы раскладываем несколько дополнительных файликов. Ну, например, допустим, у меня будет отдельный модуль, который занимается только графикой. Только графикой, то есть, ну, как бы отображением на экран. Да? В этом случае, ну, я его как-нибудь там назову, там, условно, я сейчас опять же даю условное название, там, например, view.py. Да? Я говорю, так, я постараюсь все, что будет касаться отображения, сбрасывать туда. То есть, функция какая-то, которая что-то отображает, какой-то там виджет или обновляет состояние какого-то виджета, пусть она лежит у меня в этом файле. Да? Я беру, я те вещи, которые касаются, например, например, касаются, собственно, модели взаимодействия объектов друг с другом, это какие-нибудь шарики, да, и происходит какое-то воздействие пользователя, да, соответственно, эти шарики должны что-то сделать. Да? Или приходит событие, по которому эти шарики, ну, мы же с вами договорились, мы в событийной модели работаем, да, события, по которым эти шарики должны будут, например, сдвинуться. То есть, ну, нечто, что двигает модель такой, квант времени пришел, такое событие, да, оп, квант времени. Соответственно, что получается, что у меня модель должна отреагировать, да, я говорю, вот все вот эти функции, которые связаны с, собственно, физикой модели, да, там я кликнул, где шарик, или не там, где, а может, это не шарик вообще, а кубик. Или треугольник, относительно которого координаты нужно еще сложно вычислить. Ну, уж точно не должна этими сложностями заниматься вот эта вещь. Пусть это задача по вычислению, а попал ли конкретно x, y в какой-нибудь треугольник, который в модели хранится, не знаю, там, x, y своих координат, да еще и, там, не знаю, вектором, да, ну, там, допустим, вот вектор направленности вот сюда, если треугольники как-то будут там условно летать, допустим, да, там сложные модели, сложные какие-нибудь мишени, по которым надо кликать. Но если вы кликаете вот сюда, то это не должно, соответственно, клик мышкой куда-нибудь, или вот сюда, то это не должно отреагировать, хотя вроде бы оно попадает в такой вот, как сказать, прямоугольник рядом находящийся, да. Короче, вот пусть какие-то вещи, связанные с физикой модели, они будут находиться в, ну, допустим, я назову модуль точка пай, да. А дальше возникает тоже интересный вопрос, подождите, а вот вещи, связанные, собственно, с контролем за событиями, да, как бы за реакцией пользователя, а они где должны находиться? Нет, если отображение не очень сложно, в принципе, может быть, оно и там. Ну, то есть все зависит, еще раз, от сложности. Пока проект умещается на пару экранов, то вообще все это не надо. Зачем есть мейнпай, ну, там и пиши себе свои функции. Понимаете? Не надо переусложнять, пока все это дело делается на коленке. Пока вы делаете скворечник, вам не нужен архитектурный план этого строения. Но реальность такова, что как только вы строите, ну, более-менее что-то крупное, то приходится. Поэтому мы с вами сейчас делаем довольно странные вещи. Вроде бы то, что вы будете делать за две недели, оно не может приобрести масштабов большого проекта. Ну, по факту сложно, чтобы там набралось так много кода, да. Мы условно делаем скворечничек или будку маленькую. Но мы делаем ее так. Вначале архитектурный план будки. Решаем, какие отдельные модули будут. Может быть смешно, но это стоит сделать. Значит, смотрите, я сейчас стараюсь соблюдать следующее правило. Я рассказываю как бы на неделю вперед. Понимаете, да? То есть то, что сейчас вот на этой неделе вы будете делать, модульным подходом оно обладать не обязано совершенно. Понятно? Разделять, пытаться сразу. Вы придете на лабу, будете смотреть, а что там Тимофей Федорович рассказывает. Нет там никаких модулей, не надо ничего на модули разбивать, бери да пиши. Да, берите и пишите. Это как бы я рассказываю немножко загодя, чтобы это было своевременно, чтобы не отстать. Потому что будет момент, когда я должен буду сказать, ребят, лекций не будет, а лабы будут. Понятно? Даже, кстати, та группа, у которой понедельничная, одна группа с понедельничными лабами, какая присутствует здесь? У кого сегодня? Этот человек герой. Он один пришел из своей группы. Он удивлен. Ну это очень здорово на самом деле. Представьте себе, если никто бы не пришел из группы. Ну а кто будет им рассказывать хоть что-нибудь? Ладно, давайте чуть-чуть ускоримся. Я понимаю, что я говорю общие вещи, но, наверное, без них все-таки никак. Короче, смысл в том, что, еще раз, разбиение на модули, да, я выделил такую вещь, как control.py. То есть еще какой-то модуль. Думайте головой, когда вы делаете. Не надо, чтобы они назывались так же. Даже не обязательно, чтобы функциональность, которую вы в них закладываете, была примерно такая же. То, что я рисую, это напоминает так называемый модуль view controller модель, mvc модель. Да, они бывают, эти mvc модели разные. И идея в том, что, интересная идея в том, что у меня, ну, main в конечном счете должен их все как-то заимпортить. Для того, чтобы подключать модули друг к другу, существует, собственно, вот такая вот инструкция import. она в питоне. Используется в трех вариантах. Первый вариант использования этой инструкции самый очевидный. Ну, давайте, допустим, я пишу main.py, и в нем я делаю import view.py. А, прошу прощения, точка.py писать не надо. Import view. Тогда все, что у него там внутри, начинает у меня вот здесь вот, в main, да, я сейчас отчеркну, как бы, что это main у меня. начинает быть доступным вот в таком пространстве имен. View.py и дальше все, что там внутри. То есть, если у меня там есть функция a, то view, ну, с большой буквы функции писать плохо. Давайте я классическую функцию напишу fu. View.fu. Да? Ну, пожалуйста, я могу ее вызвать. Не, ну, я сейчас не интересуюсь результатом, мне пофигу. Но интересно то, что разделив пространство имен на отдельные модули, я имею возможность в каком-то другом модуле назвать функцию точно так же. Не придумывать какое-то сложное длинное имя. Но если оно реально по существу, ну, или в модели, например, там тоже нужна вещь, которая за это отвечает. Пожалуйста. Я тоже могу назвать ее fu. И это точно так же, как если бы у меня было два одинаковых файла, просто в разных каталогах. Это абсолютно нормально. fu.txt в одной директории, fu.txt в другой директории. И это ничего страшного, это нормально. Понимаете? И это позволяет до тех пор, пока мы не выходим за рамки модуля, а в идеале именно так и должно происходить. Вот вы программист, ваш модуль это, собственно, создание модели. И вы не интересуетесь тем, что там происходит. Вот тут вот вообще. То есть у вас есть некие договоренности о интерфейсах, о том, что ваши функции должны получать, возвращать. Более того, вы можете, в принципе, создавать внутренние функции, которые вызываются из этих, возвращают им свое значение, а извне эти функции вообще не вызываются. Они как бы припрятанные, ну, такие не интерфейсные, не публичные. Вот. Так вот, смотрите, что получается, что у меня возникает как бы директория, такая многоэтажный вызов, да, и полное имя этой функции при вызове ее из main.py будет view.fu. Очень легко отличить ее, например, от, там, не знаю, model.fu, да, model. Ну, естественно, мне нужно при этом импортировать модель, да, import model. Да, и, пожалуйста, после этого я могу обращаться, я импортировал все эти имена, ну, и, соответственно, возможности, да, и у меня, соответственно, model.fu, это другая функция, никаких проблем, она будет делать что-то другое. Вполне может быть, что у нее, в принципе, входные параметры другие, абсолютно. Это абсолютно другая функция, еще раз, да. Возможно ли делать под каталоги? Ну, условно, да, я сравниваю модули с каталогами, содержащими, как каталоги содержат файлы, так модули содержат функции. А можно ли, вот как в директориях, может ли, могут лежать директории? Когда-то, когда файловые системы только создавались, простейшие файловые системы позволяли, ой, это уже было чудо, не монолитное дисковое пространство с номерами кластеров, а отдельные файлы, только они все валялись в одной директории. А потом был момент, когда появились директории, но невозможно было создать директорию внутри директории. А потом уже сделали так, что можно и директорию внутри директории, и внутри-внутри директории создавать, да, такие длинные иерархические структуры. Собственно, пакеты, они позволяют это фактически сделать. Пакеты позволяют это сделать, причем там структура уже именно такая. То есть до тех пор, пока файлы вот этих вот модуля, они валяются у нас вот в той же директории, что называется, это модули. Но если я беру их и создам директорию, в которую я объединю какие-то функции, вынесенные в отдельные модули, я их туда как бы выгрузил. Тем самым, кстати, mainpatch же, по сути, укоротится. Файлик получится маленький, удобо читаемый. Понятно, да? То есть фишка в том, чтобы мы разделили функции по похожести, даже не похожести их внешнего вида, именно по функциональности, по обязанностям, распределив их на отдельные модули, и дальше организовывали взаимодействие модулей между собой. Да, но давайте пока пакеты в сторону, вот эту вот вторичную вложенность забьем на нее пока. Вопрос еще раз, вот какой у меня возникает. А сейчас я получается, ну, допустим, я тут напишу еще и import control. Да, то есть я их все сюда заимпортирую. Да, и у меня получается вот так вот. А что у меня получается в этой, вот в этом построении моей программы, а я по сути нарисовал некую там из четырех файлов, на четыре файла разбил программу, это уже модульный подход. Да, но в нем у меня получается, что функции, которые находятся в view.py, не имеют права вызывать функции control.py. Да, то есть у меня только main.py может их, потому что они вообще друг про друга ничего не знают. Но вообще, опять же, программист не хочет все знать. Он хочет знать только то, что ему нужно конкретно для решения задачи. Программисту не надо подключать кучу библиотек, потому что, опять же, включить в свое пространство, а давайте заимпортим все, все-все-все заимпортим сразу. Все-все-все-все, всю стандартную библиотеку, все какие-то еще дополнительные, и все-все-все сюда притащим в это пространство имен. Перегруз именами помешает библиотеке, в смысле, прошу прощения, среде разработки вашей IDE помешает вам подсказывать. Очень важно, чтобы вы умели опираться на программные средства в помощи программистам, и они вам помогали. Так вот, я к чему это рассказываю. Во-первых, структуру этих, зависимость модулей друг от друга надо подпродумать. И она вот даже вот в той MVC-модели, которой я тут сейчас неявно, но ссылаюсь, она бывает реально разная. Может быть, вот такая. Может быть, кстати, main.py и не должен напрямую view импортить. А может быть и должен. Но вполне может существовать и прямая связь, и опосредованная, что какие-то вещи, которые отразятся на view, будут вызваны через control. Вполне возможно, что main.py напрямую, собственно, к фу и не обращается. Давайте вот я в одной ситуации только опосредованной, а в другой и прямой, и опосредованной нарисую. И когда программисты решают, как будет их программа архитектурно выглядеть, то они говорят именно об этих вещах. И очень важно, чтобы для этого нужен минимальный какой-то опыт. Когда ты, в принципе, понимаешь, что имеет смысл в отдельный модуль выбрасывать, а что нет. Но если сходить на какие-то нормальные заседания, в смысле, метапы программистов, когда они собираются друг с другом реально, и решают, что там, как, ну, надо нам написать, нам надо сделать велосипед за месяц. Есть такая прекрасная статья на Хабра-Хабре. Мы сделаем этот велосипед за месяц. Очень рекомендую вам ее почитать. Вот. Мы сделаем... Я поустроил чтение вслух, только там пол лекции на это придется потратить. Почитайте. Мы сделаем этот велосипед за месяц. Этот велосипед за месяц. Про управление программными... Создание программного продукта команда из трех человек. Прям вот, как у вас будет на семестровом проекте. Мы сделаем этот велосипед за месяц. Это на Хабра-Хабре. Погуглите, найдете. Так вот, они обсуждают именно это. Разбиение на модуле. Какая ответственность в каком модуле. А потом начинаются тряски и дрязги. А какие конкретно... Ну, ладно. Я скажу слово объекты. Какие объекты будут валяться тут? Какие объекты тут? Как они друг с другом взаимодействуют? То есть трясут и утрясают интерфейсы взаимодействия и ответственность. Кто за что отвечает. Понятно? То есть ключевые вещи, ключевые обсуждения, они выглядят так. Ключевые темы на митапах. Я давайте напишу по-английски. На митапах. Что? Апс. Что? Это, во-первых, в принципе, декомпозиция на модуле, что, куда. Как бы, или, так скажем, архитектура, можно таким словом сказать. Архитектура программы. Что мы вообще и где делаем? При помощи каких средств? Ну, потому что, понятное дело, какая-то из библиотек, ну, например, вью, она, очевидно, будет какую-то библиотеку, там, гуи какой-то, да, она, очевидно, будет его импортить, да. То есть, тоже, кстати, вопрос решения о средствах, да, и как мы эти средства заворачиваем. То есть, само взаимодействие. Это напоминает некоторое, как бы, взаимодействие с какой-то государственной службой. Ну, что называется, у нас маленькая компашка такая, кто пойдет в налоговую, да. И программисты, они потом понимают, что кто-то, Вася будет поддерживать, саппортить вьюпай, да, Петя будет этот самый ControlPy, да, там, Леша будет каком-нибудь Model.py, да, и они будут иметь свою зону ответственности фактического уже человека. Есть ответственность программного обеспечения, да, и есть ответственность человека, который просто ее поддерживает, саппортит. Но фактически, как бы, он отвечает за ее, вот. И они, естественно, там пытаются распределить эти обязанности так, чтобы было понятно, за что ты отвечаешь, и что программа отвечает, конкретно кусок, что он делает. Короче, первое, это архитектура программы. Второе, это интерфейсы, ну, когда я говорю интерфейс модуля, то я подразумеваю интерфейс всех функций внутри него находящихся, да, интерфейсы модулей. На самом деле здесь, как бы, можно перечислить модулей функций объектов, вот всего, что там, как средство было написано, да. Поэтому давайте даже проще напишу, да, интерфейсы, ну, чтобы вы понимали, что это не с пользователем, хоть с пользователями иногда тоже обсуждают, как там ГУИ должны выглядеть, но это уже скорее не программисты, а есть такие специальные дизайнеры этого юзер-интерфейса, ну, вот, там с художественным образованием и там каким-то еще отдельным, там, дизайнерским, там, короче, психологически может быть. Ну, в обычных, в маленьких командах это в конечном счете те же программисты. Ну, в смысле интерфейсы, давайте я напишу все-таки модулей, раз уж мы сегодня про модульный подход. Интерфейсы модулей. И третье, это, третье, что обсуждается, да, это конкретная ответственность. Ответственность, собственно, ну, и опять же, по порядку, модулей, функций, объектов. Вот когда эти вещи обсуждены, когда они решены, когда они документированы до файлов, лежащих в гитхабе, и пускай это все будет тупо заглушками функций, пусть это будет, ну, на бумажке, вот начинается все всегда, что называется, со слов, потом это какая-то бумажка, реально, да, но так и бывает, бумажка, на которой что-то они начеркали. Говорят, это твое, это твое, это твое. Вот с этого начинается. Потом это дело документируется в какой-то документик, типа там, маркдауна, то есть что-то вот, ридмишечку уже на компьютере. Потом садятся и вшпаривают какой-то там заготовку, в которой, но она должна работать. То есть заготовка, потом эту заготовку без насыщения функциональностью заставляют таки работать, и после того, как разбитая на модули заготовка начинает работать, вот тогда ее можно расширять и дополнять функциональностью. Понятно? То есть в каком-то смысле любое крупное строение в программировании начинается с правильно спроектированного скворечника. Ну, то есть начальное состояние программного кода, оно не превышает те скворечники, которые вы будете создавать, я так образно называю, ваши игрушечки, которые вы будете писать. Просто у игрушек, которые будут написаны сразу в парадигме, доплевать на модули и вообще на функции, плевать, я просто код буду шпарить вот сверху вниз, программный код, и все. Зачем декомпозицию все делать? Вот когда начинается программный продукт вот так, то потом его по-любому выкидывать и переписывать начисто, ну, делать полный рефакторинг. Если же мы начинаем с того, что давайте разложим аккуратненько по стопочкам, давайте подумаем, какая ответственность у модулей, вроде бы очень много воды и лишних каких-то этих договоренностей каких-то, но если костяк этот таки воплощается в маленькую работающую программку, то потом, ну, вы реально можете писать модель и сильно не париться. Ну, просто не думать о том, как она отображается. Вы только думаете о том, что, ну, вот есть, да, есть физические координаты, а реально, а может быть, у пользователя существует режим приближения, отдаления, или, например, физические координаты, уж если говорить про, например, кликни шарик, да, игра кликни шарик, реально-то может быть что? Потому что у вас физическое пространство, оно мало того, что имеет координаты x, y, вот такие, да, а во-вторых, что у вас, собственно, область наблюдения, да, как бы view window, она может быть меньше, например. В этом случае требуется переход, да, постоянный переход между физическими координатами и обратно, да, но пока вы работаете только внутри модели, вам абсолютно наплевать, как это дело отображается на экране. К вам тупо поступает событие, например, клика от контрола, да, и вы его обрабатываете. Понятно? И все. А оно там уже идет там с пересчетом к отношению, оно знает, где находится сейчас, и так далее. Я вижу, что вы уже немножко устали от этого воды и теории. Давайте мы немножко что-нибудь попробуем. А, я еще одну вещь должен был сказать. Это про три способа подключения модулей. Сейчас. Значит, три способа подключения модулей. Значит, первый я объяснил. Вот такой вот. Есть еще два. Смотрите. Первый. Вот, второй. Выглядит вот так. from, ну, например, from model, import, звездочка. Что это означает? Что я все то пространство имен, которое находится внутри модели, я его подтягиваю прямо сюда. Понятно? Да? Но если я сделаю еще и вот так вот, from view, да, импорт звездочка, то может возникнуть конфликт имен. Ну, я специально засунул туда и туда в своем проекте функцию фу. Для того, чтобы при вот таком втягивании, всасывании имен, да, я вроде бы могу теперь пользоваться вот так вот функцией, да, но вопрос какой? Понимаете? То есть возникает, причем это возникает молча, тихо, незаметно, да, возникает, возможен конфликт имен. Не факт, но возможен. Поэтому крайне не рекомендуется, крайне не рекомендуется вот такое использование, когда from что-то, импорт звездочка. Если это точно какая-то стандартная библиотека, и вы для себя обязуетесь не называть свои функции переменные так же, как они называются в этой библиотеке, в принципе, это возможно. Но есть такой интересный вариант, как не делать вот так вот, да, и не приводить конфликту имен, и в то же время, чтобы вам не приходилось называть какие-то там модули, особенно, если они называются длинно, например, тот же самый ткинтер. Модуль ткинтер, он называется довольно длинненько, ткинтер точка тк, ткинтер точка там, кэнвас, да, ткинтер точка еще там, и очень длинненько получается. Вот чтобы это дело упростить, есть еще одна форма, она вот такая, то есть вы подтягиваете то пространство имен, например, from ткин, а, прошу прощения, импорт ткинтер, импорт ткинтер, as, как, ну и даете ему какое-то свое локальное кликуху, какое-то локальное имя. После этого вы сможете пользоваться содержимым этого модуля как тк точка. Абсолютно по-любому можно его переименовать, и в рамках того файла, где вы его заимпортили, вот так это дело произойдет. Интересно то, что содержимое того модуля, который импортируется, выполняется. Значит, еще раз, я создаю два модуля. Модуль main, да, вот модуль main, и рядышком сейчас будет валяться модуль library. Значит, сохраняемся, я пока что, а, ну давайте я хоть что-нибудь сюда положу, я положу сюда функцию foo от x, которая у меня print, собственно, x и return x умноженный, слушайте, давайте я не буду, а я тупо принтить буду этот самый x, да, и там слово foo, foo, запятая x. Все. Значит, я назову его library. Теперь, смотрите, я, в принципе, библиотека тоже питоновский файл, тоже питоновская программа, и я могу ее запустить, независимо, правда, ничего не делает, то есть в ней нет программного кода, я так ее написал, что в ней нет программного кода, который бы что-то делал, она вроде запускается и ничего не делает, да, а это, она сейчас реально не пользуется модулем library, но тем не менее она его импортирует, давайте проверим, что импорт проходит, о, проходит, ну и mainmodule пишет, что он mainmodule, да, на самом деле, когда происходит импорт, то те инструкции, которые вот тут вот написаны, нет, функции не вызываются, но функции определяются, и по сути, все, что тут вот происходит, да, что вот это вот library, да, она у меня будет imported, я напишу об этом, да, ну и на самом деле, как бы imported или started, or just started или executed, да, то есть я не знаю, запустили меня или заимпортили, но тем не менее, меня либо запустили, либо заимпортили, да, давайте запустим и посмотрим, опачки, посмотрите, library imported or just executed и только потом вижу mainmodule, то есть получается, что вот в этот момент, да, вот это то, что тут написано, произошло, ну и функция, собственно, определилась, да, не, ну, странно, что у меня в модуле есть те вещи, которые выполняются в момент, когда, а с другой стороны, почему бы нет, таким вещам можно позволить существовать, да, которые запускаются в момент, когда она импортится, но еще раз, есть два пути, которыми этот программный код может быть выполнен, который находится в отдельной библиотеке, представьте себе, что у меня два программиста, Петя и Вася, Петя старше, он пишет main, а Вася пишет library, и Вася хочет запускать свою библиотеку независимо от Пети, потому что ему нужно ее протестировать, например, да, и он хочет уметь проверять, а вдруг, если меня, вот я хочу, а работает ли функция фу так, а работает ли она вот так, ну, что-то про нее узнать непосредственно, и он может вот здесь вот вписать в какой-то программный код, но как же отличить, это просто импорт или это сам вызов, и оказывается, есть способ, вот смотрите, вот это вот я не знаю, да, но, оказывается, в каждом модуле есть такая встроенная переменная, name, с двумя подчеркиваниями в начале и в конце, вообще, вот вещи с двумя подчеркиваниями и в начале, и в конце, это разные служебные, встроенные, built-in, какие-то переменные или встроенные специфические названия методов в объектах будут, так вот, если это имя, а давайте для начала даже так, я сделаю иначе, а давайте я его просто принтану, ну, раз я сказал, что такая штука есть, давайте я его принтану, вот у меня main модуль, да, и он принтанет запитая на им, о, вот так, да, так, library imported or just executed и давайте принтанем, а, и принтанем name, я сейчас перенесу это вот так вот на следующую строчку, так, ок, давайте запустим, тадам, main, так, окей, save, наверное, а, он save внутри, да, и что я вижу? library imported or just executed library, ага, да, main модуль, main, то есть получается, что вот тут вот, когда я запускал эту штучку, то name равнялся, подчеркиваю, не подчеркиваю, main, подчеркиваю, как строке, да, это строка, стр, тип у name стр, так, а здесь он равнялся library, да, когда его импортили, но если я library запущу отдельно, как таковой, сам по себе, то он что говорит? library imported to just executed, аха, елки-палки, так он оказывается по вот этому встроенному имени, подчеркивание, подчеркивание, name, подчеркивание, подчеркивание, я могу определить, импортили меня или не импортили. Поэтому вы встретите такое в программах на питоне, а может быть уже встречали, но теперь вы этому не удивитесь, что у вас будет вот так написано, if name равно-равно в кавычках подчеркивание, подчеркивание, main, кто видел такое? Поднимите руку. Многие уже видели, половину почти. А? А, ну да. Так вот, в этом случае я точно знаю, что library, да, она у нас, соответственно, executed, да, да, то есть она независима. Ну и как бы executed separately. независима. Отдельно. Так, в кавычках не та, да. Та-дам. Так, а, соответственно, а иначе, да, а иначе, ну, соответственно, print, library is just imported. Она просто заимпорчена. и я смогу прям реально отличать вот тот программный код, который выполняется, да, по-любому. Я могу, видите, library executed separately, да, запускаю из main, я ее импорт делаю. Оп, library is just imported. Обычно вот это все не надо. Ну, то есть, если ее заимпортили, то никаких действий обычно не требуется. Поэтому, что мы обычно наблюдаем? вот такую вот строчечку. Что она означает? Что данный файл вообще-то, наверное, предполагается импортить, а не запускать. Но уж если его все-таки запустили, не как модуль, то он кое-что таки сделает. Да? executed separately, да? Ну, и давайте там что-нибудь, например, let's test. Ну, давайте тогда потестируем, да? Лучше тогда другие кавычки, либо экранировать. Да? Давайте тест. Let's test. Кстати, если вдруг, ну, у меня сейчас на самом деле строка не очень-то длинная, но если вам надо внутри строки сделать разрыв, то можно сделать его при помощи косой черты. Косая черта как бы экранирует тот enter, который я там вбил. Да? Let's test, да, соответственно, itself. Да, протестируем сам себя, да? Ну, и что я делаю? Например, давайте только сейчас у меня функция фу, она у меня принтит что-то. Кстати, я ее ни разу не вызвал. Давайте ее принтанем, что ли, тут вот. Принт, а, зачем принтить? Фу, просто вызываем. Фу, 3, фу, а? Да что ж вы меня сразу сдаете-то? Name who is not defined. Ну, конечно. Простите. Конечно. Потому что, дайте интерпретатору меня обломать, чтобы вы увидели. А, конечно, я же договорился, что нехорошо брать и все пространство именно библиотеки сюда притаскивать. Нет, конечно, я мог так сделать. Я мог на самом деле from library import. Кстати, я ведь оттуда замогу заимпортить не все, а только фу. На самом деле. Так можно? Можно через запятую, да? И, пожалуйста, вот я могу к ней. Теперь я ее как бы подтягиваю. И это, кстати, один из способов, как таки, если ну очень хочется заимпортить все именно в это пространство, как бы все файлы мысленно слинковать вот сюда из одной условной папки модуля, да, из другого модуля, но все не получается, потому что возникает конфликт, ну тогда вы можете как-то избранное оттуда избранное оттуда надергать вот так from той-то импорт то-то, то-то, то-то через запятую, а из этой импорт то-то, то-то через запятую. Но я не уверен в том, что это прям классно. Мне кажется, что традиционный способ, да, вот с этим, с импорт library aslib, например, да, ну возьмите, ну дайте ей какое-то там имя, там, aslib, stk, asl в конце, но l плохо, конечно. Но тем не менее, да, короче, полное имя этой функции будет lib.fu, да, так, отлично, lib.fu, и вот я ее отличаю. Так, ок, запускаемся, пожалуйста, вот она у меня вызывается, эта функция, да, я что хотел. Давайте у меня будет здесь реально какая-то функция, не процедура, а функция. Пусть у меня называется bar, да, там, a, b, и она будет у меня return a плюс b. Return a плюс b, да, складывать a и b. Ну и соответственно, я вот здесь вот предполагаю, что, да, эта функция, да, складывать и возвращать сумму. Я сейчас не затруднюсь сильно писать эту документ-строку, поэтому я ее сейчас закончу писать. Все. Какая-то документация, какая-то функция, какая-то неответственность есть. Значит, так вот, смотрите, получается, что вот здесь вот, в тот момент, когда функцию Вася, еще раз напоминаю, Петя первый, Вася второй, да, вот Вася решил сам себя потестировать, да. Слушайте, я, наверное, все-таки сделаю это в два принта. Принт. Вот. Значит, и что я буду делать? Я хочу здесь сделать некоторую проверку. Да, ну, например, я говорю, если у меня бар от 2 плюс 2, ну, 2,2, да, не равно 4, да, то, соответственно, print.o fail, да, а else, ну, или, может, наоборот даже, да, равно, равно 4, print.o. ok, а else print.o fail. О, получается, что я сюда делаю тестирование, если я вдруг наваляю, эй, скобки не хватает. эй, ctrl-s, да что тебе не нравится? А? Где? А, точно, прошу прощения. Значит, что, он у меня как бы тестирует сам себя. И если вдруг я тут наваляю, да, и что-то у меня будет не так в реализации моих интерфейсов, то и Вася может тестировать сам свой модуль в отдельности, независимо от Пети. Такая возможность, она очень важна, я потом еще расскажу про то, как это хорошо делать. Но, в принципе, саму возможность, да, вот, ну, можно сюда что-то вписать такое, ну, то, что ваши товарищи по проекту, они не будут этого иметь в доступе. Да, а, собственно, на самом деле, все-таки это уже второстепенные вещи, да, а принципиально важные вещи, да, это возможность, собственно, доставать что-то из вот этого модуля вот здесь, да, то есть, либо там, фу, либо бар, да, соответственно, что-то там, значит, там, не знаю, 1,5, да, ну, не знаю, там, x равно print x. Та-дам, замечательно, минус 4, а, ну, он же у меня сейчас с ошибкой написан, да, ну, ладно, короче, еще раз, принципиальный смысл модуля и вот такой, возникает важный вопрос. Функции понятно, функции могут жить в модуле, да, и мы их вызываем из модуля, а вот переменные как? А как быть, собственно, с объектами? Во-первых, самое главное, никто не отменяет ссылочную модель, объекту существует просто отдельно в памяти, за ними следит сборщик мусора, когда ссылка на них теряется. Значит, мы должны следить по сути за тем, чтобы имя сохранялось, и у нас был доступ через это имя дотянуться в конечном счете до объекта. Именно поэтому очень важно грамотное управление этими пространствами имен, их использование грамотное, да, и то, что мы эти имена распределяем по модулям, ну, это только хорошо. Соответственно, если у меня вот в этом модуле, в модуле library, есть какой-то объект, давайте я специально сделаю его изменяемым. Мы пока знаем изменяемые списки, пусть здесь будет некий список. Да, давайте, я старые функции сейчас не буду убивать, чтобы уже, ну, какая-то преемственность у вас там в тетрадке сохранялась, да, но я буду, тем не менее, двигаться сейчас дальше в рамках этих же файлов. Вот я создам некий список. Например, там, не знаю, objects, ну, слово objects зарезервировано, а objects нет. Вот у меня objects, да, и вот я этот object сделаю пустым. Давайте создадим функцию, которая будет create object делать. Create object. Что она будет делать? Она у меня в этот objects делает append, то есть она добавляет в конец. Это список изменяемый, я могу его изменить, я в него вкручиваю, что, слушайте, давайте я сюда буду name какой-то впихивать, и она append, что там, не знаю, плюс, прошу прощения, object вот так вот, плюс, я как строки конкатинирую, да, да, я прошу прощения, я вот так вот еще скобочки такие возьму. Это исключительно, я туда строки буду пихать, ничего разумнее я не сделаю, но я хочу, чтобы некая специфика, которую буду запихивать, туда была видна, и в то же время, чтобы создаваемые объекты, было видно, что именно функция create object их туда запихивает, да, ну и я правую скобочку закрываю, правая скобочка, кавычка, окей, то есть функция create object, она у меня создает эти объекты, и запихивает их в переменную objects, да, ну и давайте еще сделаем функцию, которая тоже будет работать, print objects, которая не потребляет, ну я у нее интерфейс делаю, в котором она не потребляет ничего, она делает что? for object in objects, print object, тупо, ну тем не менее, да, ну и я там, не знаю, опять же добавлю, какую-то функциональность, все объекты, ну, например, шарики, по которым надо кликать, а? Да, случайно, потому что я смотрю на вас, а не на экран, смысл вот в чем, да, что еще раз, я, я тут делаю тривиальные вещи, но я же держу в уме, это то, что вам там, например, делать шарики, да, и нужно будет, чтобы эти шарики были, где-то существовали, в то же время, чтобы к ним был доступ, где должна жить эта переменная объекта, она может жить в отдельном своем модуле, да, мы можем обеспечить доступ к этой переменной, ну, к этому объекту списка, например, доступ к нему через функции, и впрочем, впрочем, я сейчас покажу, что существует возможность и прямого доступа туда из главного модуля тоже, но давайте для начала опосредованно, то есть я так вот побалился, теперь давайте, ой, create object, не знаю, круг, я шучу, круг 1, create object, круг 2, тадам, create object, а? А, надо, конечно, конечно надо, ну, ладно, сейчас я уже допишу, я очень люблю, когда компилятор или интерпретатор, он бьет по рукам, это нормально, это же совершенно ничего страшного, наоборот, это хорошо, когда вы полагаетесь на него, когда вы пишете разумный программный код с точки зрения логики, может быть, ошибаясь синтаксически, где-то, понимаете, место компьютера как раз именно в этом, да, он как корректор такой, он берет и, да, неправильно, ну, а вы это исправите, если надо, пусть он попридирается, ну, пожалуйста, давайте запущу это дело, а, ну, да, create object, ну, ну, елки-палки, ну, конечно, лип же надо писать, он прям, прям тыкает вас в нужную строчку, он же пишет, в какой именно, в каком месте проблема, да, вот прям показывает, модуль main.pine, line 9, да, вот все, пожалуйста, поэтому никаких проблем, кстати, интересно то, что если ошибка, которая будет возникать, она у нас будет, я сейчас делаю еще, либо, что там, print object у меня, как назывался, print object, да, кстати, обратите внимание, он мне, как приятно, даже самая тупая IDE, но это уже все-таки не чисто текстовый редактор, это все-таки, хоть он и называется idle, пустышка, тем не менее, это даже этот idle умеет предлагать, оказывается, он нащупал и, как это называется, распарсил модуль, он распарсил мой library.py и подсказывает мне, зараза, что там оказывается есть bar, create object, full object, и я могу вместо того, чтобы печатать на клавиатуре, кликнуть, и он мне показывает. PyCharm Community Edition еще лучше это делает, да, ну хотя бы idle, вот это уже удобно, то, что он вам вот дает возможность это дело подсказывать. На самом деле, такие возможности есть очень в большом количестве IDE, поэтому этим, конечно, нужно пользоваться. И, в частности, это причина для того, чтобы разделять на модули, потому что тогда он будет подсказывать, а что в принципе вы можете сделать с, ну я сейчас абстрактно лип назвал, да, там view какой-то, модуль или контроллер, или что-то еще, enemies. Import enemies, да, kill, там, что-то еще, что можно с ним вообще сделать, вам легче будет. и так, и так, lib.printobject, тадам, запускаем, и видим, па-бам, ну он молча их добавлял, да, потом он мне, когда я искал print, он мне их напечатал. Еще раз, а теперь смотрите, ну если я очень хочу, я, пожалуйста, могу из основного модуля вот здесь вот доступиться, forobj in lib.object, ну причем опять, кстати, да, я могу вот так вот дождаться, пока он не высветит, да, или там в control пробел нажать какую-то комбинацию в пайчарме и посмотреть, что он не высветит. forobj in lib.object, ну я сейчас тупо, не знаю, не хочется тупо принтить, да, ну не знаю, там if, там не знаю, круг 1 in object, но на самом деле есть такая штука, как in, для того, чтобы проверить, есть ли какая-то подстрока, входит ли она в принципе в какую-то другую строку. Вот я, if, круг 1 in object, да, я там print, ха-ха, найден, круг 1, круг 1, да, ну вот, ну я, соответственно, я не буду сейчас ничего переусложнять, сам поиск здесь сделан совершенно по-дурацки, потому что он, как сказать, но тем не менее, пожалуйста, я могу попользоваться этой переменной, а если я не модифицирую эту переменную, да, то она еще и, она еще и может быть изменена, то есть я прямо отсюда могу в принципе что-то туда добавить или удалить оттуда какой-то элемент, например, pop, ну pop удаляет из конца списка один элемент, только раз выкинул, значит, и что хочу сделать, еще раз, lip print objects, я сейчас здесь даже в main, даже функции никаких создавать не буду, тра-та-там, тра-та-там, почему lip, а, ну конечно, object, pop, нельзя, да, мне надо что, lip.objects, да, ну я же здесь нахожусь в main, мне нужно сказать, я из lip objects, я оттуда хочу, тра-та-там, третьего нету, потому что я его попнул оттуда, значит, давайте последнюю, одну из последних вещей, которую нужно обсудить, связанную с пространствами имен, дело в том, что есть такое правило lagb, значит, перемен, точнее, не столько перемен, я же сказал, переменных не существует, переменных не существует, существует пространство имен, так вот, соответственно, по этому правилу происходит поиск имени в соответствующих пространствах имен, то есть представьте себе, что вы находитесь где-то внутри какого-то модуля, внутри какой-то функции, да, то у вас есть какой-то модуль, да, внутри модуля есть какая-то функция, эта функция вполне возможно, да, она внутри себя определяет еще какую-то функцию, да, подфункция, такая существует вещь, да, внутри функции можно описывать функции в питоне, да, ну это уж совсем я такой вот загибаю, но тем не менее, да, вот, и вот вы, вот в этот момент вы взяли и написали имя принт x какой-нибудь, ну неважно, что мы с ним собираемся делать, ну допустим, и соответственно, интерпретатор, он позволяет существовать иксам на уровне функции, на уровне подфункции, то есть эти иксы могут быть разными даже типами, ну потому что, еще раз, к имени тип напрямую не привязан, да, то есть у вас есть здесь икс равно 1, внутри функции была переменная имя, имя в ее пространстве имя, икс равно 2, внутри модуля была переменная икс равно 3, а интересно то, что существует еще одно как бы надпространство, оно называется built-ins, встроенные, соответственно, в этом пространстве имен тоже есть имена, одно из них это подчеркивание, подчеркивание, name, подчеркивание, подчеркивание, да, одно из, на самом деле их много, да это же print на самом деле, ну а почему, разве нельзя называть переменную print, да, можно, в питоне нет такого запрета, что о нельзя назвать, ну если это совсем там for, то тогда конечно нельзя там, или if, но print это всего лишь название, хоть и встроенное, но это название в стандартной функции, да, пожалуйста можно, да, поэтому там тоже может существовать, ну вряд ли он существует, x там в глобальном пространстве, он там обычно чуть-чуть нетривиальный, но все-таки я напишу тоже x, условно, да, так вот в момент, когда вы print x сделаете, какой из x должен быть напечатан? Правило такое, local, то есть если переменная существует локально, вот прямо тут, прямо здесь, внутри этой функции, то будет возвращена именно она, ну в смысле, ее ссылка на объект отработана, и соответствующий объект возвращен сюда и использован. если у нас нету локальной, то тогда, слушайте, я не помню, как называется там, то ли endorsed, то ли enclosed, как-то, да, что-то там, enter, то там, обнимающее, как бы, да, обнимающее пространство, то есть как бы надфункции, то есть та функция, которая находится, ну или их еще называют unlocal, то по сути unlocal, нелокальная, но в то же время неглобальная, не уровня модуля, потом следующее, это global, это переменные уровня модуля, и уж если нет локальной переменной с этим именем, уж если нет нелокальной, обнимающей, соответственно, ближайшей переменной с этим именем, там, функции выше уровнем, да, и если нет глобальной, то тогда дело доходит до, уже это самых built-ins, встроенных имен, понятно, вот такое правило поиска переменных, именно поэтому, если у вас есть локальная переменная x, то вы можете не думать о существовании глобальных переменных, или переменных уровня модуля, которые бы назывались точно так же, то есть в рамках этой функции x это все, без проблем, есть такая интересная фишка, связанная с этим, это на самом деле относится скорее к функциям, но мы дошли до этого именно сейчас, в модульном подходе, давайте это увидим, посмотрите, я это сделаю прямо внутри функции may, вот здесь вот, прямо вот в главном модуле, значит, смотрите, я сделаю функцию, которая будет печатать, соответственно, переменную, ну, принтер я ее назову, чтобы не называлась так же, принтер, да, принтер, и она будет у меня, и она будет у меня, собственно, печатать x, печатать x, x, x вы где-нибудь видели в этой программе? а, прошу прощения, там есть x, вот он, да, либо var что-то там возвращает, ну, пусть себя как раз, да, заодно там x есть, ну, ну, как бы я его выше-то не вижу по тексту, да, поэтому произойдет вот что, локальной переменной нет, да, и в момент, когда я вызову этот самый принтер, что произойдет? Что произойдет? Он будет пытаться найти x, и нигде его не найдет, ну, и тогда будет ошибка name error, x is not defined, однако, если x есть хотя бы глобально, вот я сейчас эту строчку принтер помещу вниз, вот сюда, да, тогда у меня что произойдет? Ха, 6, ну, там действительно, ой, простите, там действительно у меня 1, 5 было, там, ну, да, там как раз шестерочка, да, короче, ну, в любом случае, да, там шестерочка появилась, значит, потому что он дотянулся до глобальной перемены, кстати, обратите внимание, что в питоне переменная должна быть определена не к моменту описания функции, то есть, когда ее описывал, x еще не существовало, а к моменту ее вызова, ну, я про это говорил, когда я структурным программированием занимался при вас, показывал там, что можно функции сверху вниз писать, главное и так далее, и так далее, ну, вот, собственно, к моменту вызова должна такая переменная существовать, а если я захочу ее поменять внутри функции, посмотрите, вот я сейчас распечатал x, x плюс равно 1, я его увеличиваю на единичку, печатаю этот x, печатаю этот x, а теперь смотрите, я после этого принтера, я еще раз вызову, ладно, я не буду его вызывать, я просто распечатаю, давайте я даже так сделаю, x равно 10, чтобы не привязываться к тому коду, x равен 10, потом вызываю функцию принтер, да, которая на самом деле, мало того, что печатает его два раза, так она еще и модифицирует, слушайте, давайте плюс равно 10, чтобы увидеть это, 20 должно по идее появиться, да, тадам, в чем дело, unbound local error, local variable x, reference before assignment, ладно, а давайте попробуем так, x равно x плюс 10, немножко я попался на удочку, ну, ладно, короче, в чем проблема, ну, короче, вот не дает мне это сделать нормально, на самом деле, я рад, что сейчас питон показывает, потому что некоторое время назад, по-моему, питон такое не ловил, вполне могла существовать переменная, которая в одной части выражения локальная, а в другой она еще глобальная, такое вполне могло существовать, они, видимо, в какой-то, начиная с какой-то версии, там, подверсии третьего питона, они это дело все-таки подфиксили, чтобы люди не нарывались на эту проблему, потому что вполне могла быть такая ситуация, что x, еще раз говорю, вот здесь это был еще глобальный x, а тут я писал новый, ну, то есть x равно 2, а давайте попробуем вот так вот, а, ловит, ловит, зараза, молодец, хорошо, а раньше он это дело плохо себя ввел, то есть я как бы мог перекрыть глобальную локальный, и при этом глобальный тоже перед этим попользоваться, сейчас, слава богу, он это дело ловит, ну и хорошо, вот, но вообще вопрос, а как же мне глобальную эту переменную модифицировать, давайте я последнее произнесу, а вот я все-таки хочу, чтобы x был глобальным, чтобы я изнутри этой функции мог реально модифицировать, как быть? В этом случае, и только в этом, давайте я сделаю отдельную функцию, modifier, которая будет модифицировать глобальную переменную, да, именно имя, да, то есть она, модифицировать глобальную переменную, в смысле, если бы это было изменяемого типа, я бы мог сам x, x change yourself, как бы там, append, там, pop, да, а если у меня нужно именно поменять само имя, но у меня там строка хранится или там число, в этом случае мне придется как бы делать по сути x, чтобы указывал на другой объект, в этом случае мне придется по-любому сделать x global, то есть я вот здесь поясняю интерпретатору, ты не волнуйся, интерпретатор, x не локальный, я здесь действительно изнутри этой функции хочу менять то, что лежит в пространстве имен не локальным внутри функции, а внутри самого модуля, поэтому при модификации чего-то лежащего в модуле переменной, если мы не имеем саму переменную, именно ссылку меняем, тогда нужно упоминать вот так вот global x, и тогда modifier тоже будет работать, modifier, ну я его принтер не буду ничего писать, потому что он и так распечатает, дорогой, двоеточие забыл, запускаем, смотрим на результат, как видите, modifier реально модифицировал глобальный x, вот я его вижу, x равен 20, пожалуйста, modifier может это сделать, уберу global, он это сделать не сможет. Друзья, спасибо, на этом сегодня все. До встречи в следующий раз. До встречи в следующий раз.